Федеральные власти планируют как минимум в три раза увеличить штрафы за нелегальное потребление электроэнергии, так как эта проблема приобретает колоссальные масштабы. В этом убедилась и наша съемочная группа. На примере только одного среднеоктубинского района вместе с энергетиками и полицейскими наш корреспондент Наталья Стеганцева постучалась в дома тех, кто тратит, но не платит. Открываю. Здравствуйте. Здравствуйте. В свой дом проверяющих пенсионерка Валентина Михайловна приглашают без страха. Счетчик в полном порядке. Договор с электроснабжающей организацией есть. За электричество платит срок. Счетчик стоит, он запломбированный, все. Туда мы и не лазим, вот только они приезжают. Однако в Суходоле считают так не все. Дежурная бригада стучится еще в один дом. Здесь их ждет отнюдь нерадушный прием. Находясь под питьей, хозяйка жилища бурно выразила свое отношение к желанию проверяющих осмотреть ее хозяйство. Да хорош, можешь пальчиком помахать. Ну что такое, не пойму. Ну на самом деле, вы что, обалдели? Вы что тут приехали снимать? Но все же не без помощи полиции энергетикам удается попасть в дом. На полу самодельный обогреватель. По стенам висящая проводка, прокинутая в обход прибора учета, чтобы не платить за электроэнергию. В этом доме обнаружено хищение электроэнергии, там врезка в водные провода, подключен электротен. Хозяйка отказывается предоставлять квитанции. Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а попросту говоря ее воровство, достаточно распространенный факт в сельских районах области. Незаконные врезки, набросы на провода, способов много. Зачастую это приводит к беде. У нас было возгорание домов, было возгорание сараев, выходила и сложная бытовая техника из строя, потому что когда пользуются сваркой, переходит перемена тока, и у соседей сгорает бытовая техника. В следующем вреде энергетиков стал хутор, известный в народе, как их тубинец. Нарушения обнаружились в первом же доме. Пожалуйста, предъявите нам документы на энергоснабжение. Тогда, пожалуйста, предъявите удостоверение личности сотрудникам милиции. И следующий этап мы уже будем разбираться. Оказалось, когда-то дом принадлежал колхозу. Новые жильцы должны были заключить договор с энергоснабжающей организацией, но так и не удосужились этого сделать, подключившись к сетям самостоятельно. А щучек на стене лишь как элемент интерьера. За электричество здесь не платят. Энергетики в соответствии с законом до устранения нарушений приняли решение отключить данный дом от линии электропередачи. В результате подобных рейдов только в прошлом году было заведено свыше 20 уголовных дел. За первый квартал этого года переданы в суд на взыскание акты на сумму свыше 3 миллионов рублей. И борьба за честный киловатт будет продолжаться до тех пор, обещают энергетики. Пока каждый нарушитель не уяснит. Все тайное становится явным. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба и Среднеахтубинского района.